800 семей первоклассников до сих пор не подали заявления в школы. По данным Министерства просвещения, почти полностью набрали первые классы в Слободзейских, Каменских и Григориопольских школах. Места еще остались в некоторых школах Тирасполя и Биндер. В Минпросе советуют родителям поторопиться и обратиться в выбранную школу, чтобы знать, остались ли там свободные места в первых классах. Некоторые родители переживают, что мест не будет и поэтому подают заявление в несколько школ одновременно. Так делать не надо. Подавать документы в две школы, в три школы сразу, для того, чтобы себя подстраховать, нет необходимости. Мы бы просили этого не делать, потому что двойной учет первоклассников влечет некоторые трудности в работе и организации образования, и в работе управления народного образования, где ведутся и финансовые расчеты. В Минпросе также рассказали, сейчас в типографии по заказу министерства печатают рабочие тетради для начальной школы. Младшие школьники получают их бесплатно. Они уже в печати, они уже печатаются. И то, что их хватит всем, это факт. Просто хочется, чтобы 1 сентября каждый ребенок получил эти тетради. Ему не пришлось ждать, что их будут передавать из одной школы в другую, потому что в этой школе его не учли. Сегодня, по информации Минпроса, документы в школу подали 83% родителей будущих первоклассников. А у семей, которые затягивают с подачей заявления, остается все меньше шансов попасть в выбранную школу. В каждом районе республики есть по нескольку школ, которые пользуются наибольшим спросом у родителей. В столице это девятое. Там уже набрали все шесть первых классов.